Всем море приветов, дорогие друзья и гости моего канала Нептунчик здесь, и мы продолжаем проходить игрушку Left Alone, то есть оставленный один, да или оставленный в одиночестве. Мы, собственно, здесь. Комната, нет, коридор полностью наполнен газом, но у меня есть маска, поэтому мне всё нипочём. И вот здесь этот маньяк, который здесь развлекается вовсю со мной, а также который похитил моих друзей, решил поиграть. То есть он расставляет эти записочки, да? Причём они в рифму. Вот эти вот красные слова, они здесь указывают на одинаковое произношение. То есть, the card is key for your friends to be free. То есть, key и free – это очень похожие слова. И теперь посмотрите. Feeling light in the head. It's maybe time for... Чё-то там похоже на слово head. It's time... For bed. Или let. Бэд, может кровать. Бог его знает, друзья. В общем, давайте будем изучать здесь кучу комнат, которые я ещё не посмотрел. Например, art room. Меня ещё здесь не было. И эта музыка зла, вещи неприятные. Пронизывающие мой разум именно отсюда. Поганая радио. Фух. Как-то даже полегче. О, твою мать! Ух ты, твою мать, что? Музыка чё-то там проникает в рассудок. Тик-ток. Ну да, действительно. Музыка у меня пронизывает мой разум. А зато я нашёл батарейки. Ха, видал? Я нашёл батарейки. Это ЦХ. И вообще, как он это делает? Что-то здесь явно не так. Потому что маньяк какой-то чересчур лютый. Бесчеловечный. Как он умудряется ставить эти таблички? Как он умудряется запирать двери и делать так, чтобы двери пропадали? Здесь очень много мистики. И это реально не похоже на реальность. У меня такое подозрение, что всё происходит у главного героя в голове. В art room ничего больше нет полезного, да? Так, там ещё была лаборатория. Да, вот здесь. Там, помните, упала полка? Я испугался сюда заходить. Теперь мы это дело посмотрим. Так, что здесь полезного? Что-нибудь есть? Браво! Какие-то баночки, скляночки. А, ничего нельзя нажать. Ничего нельзя покликать. Хоть бы шкафчики открыть. Да и то мне не дают. Твою мать. Ещё одна часть лаборатории. Хотя... Здесь газа нет. Можно, наверное, подышать. Может быть, нужно поджечь? Поджечь! Всё поджечь! Не просто так. Здесь горелки, да? И прочая утварь. Химических кабинетов. Книжка. Кто-то пытался утопить книжку. И, по-моему, это не круто. Пожалуйста, не трогайте надпись. Да, не трогали. Да ладно, окей. Что-то ничего полезного найти не могу. Ну-ка, дай пройти. Где ещё не был? Ай, ну это арт-рум. Я здесь был. Тогда куда мне потопать? Директор. Директор заперт. Тоже заперт. Хорошо. А, это я где? А, кафетерий. Да, я здесь был. Здесь фильтр нашёл. Точно. Было дело. Да. Так, почему эта дверь не работает? Какой-то бред. Не, ну, рили, бро. Без понятия, что здесь надо делать. Но кругом кровати. Это подозрительно. Заперто. Заперто. Ну, здесь я тоже был. Да. О, подожди. А, это игра. Это продолжение игры. Let's play a game. Time is ticking. But are they still kicking? Да? Опять же, всё в рифму. То есть, там правильно была кровать. Значит, там нужно было поставить по смыслу кровать. И притопать в комнату с кроватями. Вот оно что. А здесь тогда что? Ну-ка. Слово из трёх букв. Что это за буква? Бред? Дред? So go and get something to... А, окей. Я не знаю, что это за буква. Я не могу соу прочитать. Бог его знает. Короче. Давайте тупо оббегать все комнаты в надежде, что мы найдём нужную нам записульку. Потому что я помню, что раньше этого не было. То есть, раньше на этом шкафчике этой записульки не было. Так, это вообще возвращение в начало. Я сомневаюсь, что... Ну, это я читал. Я сомневаюсь, что здесь что-то поменялось. Этот ублюдок, я так понимаю, бегает здесь и разбрасывает записочки. Оу. В кафетерии появилась ещё одна надпись. Круто. Ну-ка, давайте. It's all a test. In... Чё-то там. You could... Best. В общем, понятно. This one is hidden... Hidden in... The... Что-то. For... You to grab. То есть... This one hidden in the... That... For you to grab. Grab. Так... А что рифмуется со словом grab? Grab, grab, grab. Тут, 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 граб. Ну, лап, наверное, лаборатория. А лаборатория, где она была? Где-то здесь, я помню. Химическая лаборатория. Вот он, лап. Что? Какого хрена? Была, видимо, ещё одна лаборатория. Вот она. Ещё одна лаб. И что я должен здесь найти? О! Вот этой стрелочки здесь раньше не было. Open. Открыть сейф. Хорошо. Я нашёл... Ключ-карту. О! О! Твою мать! О, боже, там какой-то силуэт был чёрный. Ээээ... Пришло время, Джоэл. Время для чего? Для обеда? Ну, я не голоден. Хе-хе. Я не голоден, брау. Там какой-то силуэт был. И ещё, друзья, я нашёл ключ-карту. Видимо, от той подсобочки. Да? А где это было? По-моему, здесь. Или нет? А, наоборот. Вот сюда, до упора. Подсобочка ключ-карты. Но там ещё не было тока. Да, нужно подать электроэнергию. Ага. То есть, это мне нужно потопать на первый этаж. Включить здесь ток. И только потом. Но, посмотрите, как хитро придумано, да? То есть, мы включим ток, мы не сможем именно здесь пройти. Но теперь у меня есть маска, и мы можем пройти по кабинетам. Вот так обойдём. И не будет никаких проблем. Вот значит, подаём электричество на второй этаж. Открываем дверь. О! Твоём! Ёлы-палы! Там опять отмудила чёрный! Хватит это делать! Ты люто пугаешь! Всё-таки, может быть, это не я убил моих друзей? Может, это реально какой-то маньяк? Но, знаете, меня настораживает его силы. Это крайне не похоже на... Во, другое дело. А, друзья, это крайне не похоже на реальность. Вот, кстати, что мы переключаем сейчас? То есть, когда мы не включаем на это же ток, то появляется газ зелёный, который нас убивает. Я тоже это в перерывах заметил между сериями. Так вот, всё слишком... Друзья, подозрительно. Я всё равно не верю, что это реальность. Вот хоть чем оправдывайте всё происходящее, я не верю, что это всё реальное и... Есть некто, кто обладает такими силами. Это что же за маньяк такой? Где мои друзья? Ну, допустим, здесь, по идее, ток должен уже быть. Теперь нам только ключ-карту дают, и всё. Что? Следует за стрелками, чтобы спасти своих друзей. Следует за крестиками, чтобы спасти себя. Оооо. Так. Круто, конечно. А что выбрать? Я так понимаю, что, возможно, здесь какой-то выбор концовочки, да? Спасти себя? Или спасти друзей? Ну, спасти себя это тупо выход. Хм. Нет, всё-таки давайте... Попробуем спасти моих друзей. Так, музыка. А, так это все таблички, которые я уже находил. Опа. Ну, зашибись. Заперто. Между прочим, друзья, у меня пропал фонарик. Почему я не могу его взять? У меня реально пропал фонарик. Ну, охренительно. А зачем ты его выбросил-то, чувак? Подними его. Он же тебе нужен. Эм, мусоропровод. Довольно любопытно. Ну, что же там? Опа. Да ладно. Оу. Я, видимо, больно ударился головой. Ну, произошло сохранение, значит, мы всё сделали правильно. Эм, ну, у меня нет фонарика, и это, конечно, круто. Так. 2010 год, кстати. Они думают, что я умер. Все думают, что я умер. Я очень устал. Предупреждать людей. Меня тошнит. Эм. Так. Короче, ребят, переводите. Короче, ребят, переводите это дело. Хотя, посмотрите, здесь что-то про потайной выход. Говорится, да? И про то, что кого-то убили. Во! Убили! Походу, дело, я в логове маньяка нахожусь. Он, видимо, здесь собирал всех своих жертв. В эту прачечную? В школе? Ну, это, конечно, не круто. Я извиняюсь, что... Достаю вас. Сэм. Сэм кого-то доставал, его заставили написать надпись. Но знаете, как вот в школах принято... В штатах... Когда кто-то проявлялся в школе, он пишет... Очень много вот... Одно и то же предложение. Я обещаю... Что-то, в общем, я обещаю. Я обещаю, что-то я не сделаю опять. В общем, здесь кого-то наказывали. И подписи разные. Брайан. Крис и Сэм. Он, видимо, здесь какой-то маньяк. Содержал моих школьных друзей. В этой поганой прачечной. Походу, реально какой-то уборщик-маньяк. О! Дверь открылась. И там кровь. Там что-то недоброе. Мать твою. Там очень много крови. Друзья, походу, маньяк... Это школьный уборщик. Дети вот провинились. Он их, видимо, беспалевно похитил. Сначала он их наказывал. Заставлял писать вот это вот дело. А потом он их убивал. Вот это жесть. Боже. Мистер Робинсон. Команда охраны. Субъект Джоэл Дент. Подожди, это же я. Джоэл Дент. А что сделал не так? Причем какая-то Леон Вейра. Это что вообще такое? Как будто за мной кто-то наблюдал. Так, ну ладно, давайте пройдем, что ли. Твою мать. Посмотрите. В этом ящике кто-то есть. Что-то живое. А звуки такие неприятные. И посмотрите, тело. Много тел. Я так понимаю, что это все мои друзья. Ты никогда не уйдешь отсюда. Надпись кровавая. Сейчас выпрыгнет по-любому. Походу, это черный мудила. С светящимися глазами. О! Круто! Твою мать, я пошел домой. Все, пока. Было весело. Здесь жутко темно и страшно. Блин, какого хрена? Звук такой, как будто кто-то... Фу, блин. Кто-то отрывает кости от тела. Знаете, как будто курочку, обжаренную в Новый год. Знаете, отдираете ножку от курочки. От тушки. Вот такой же звук. Кто-то пришел. Ага, заперты. А, заперты! Не зайдешь, ублюдок. Я здесь в домике. Что? Он завалил проход камнем? Так, минутку. Еще одним камнем. Два камня? Да как я выберусь-то? Очень надежно, кстати. О! Ну, зашибись. Свет пропал. Очень темно, друзья. Так. И что? Что делать? Кто-то здесь ходит. Где-то здесь секретный проход. Вот в этой записочке было сказано про секретный проход. И вот только что была открытая дверь. Ну, звук двери. То есть, кто-то здесь заходит и уходит. Наверное, маньяк? Вэссайт. Рэконлокейшн. Тесты какие-то. Че за бред? Что это? Кнопка! Вау! Ааа! Вот! Он заходит и выходит отсюда. Вот секретный проход. Может быть, это выход? Из этой проклятой школы. Да где же мои друзья? Нет, друзья. Вы знаете, вот это очень странно. Это реально очень странно. Слишком глубоко, слишком далеко. Он спрятал моих друзей. Это ненормально. Это не похоже на маньяка. Так, подожди. Так, а какого хрена лифт здесь делает? Это же подвал школы. Что за бред? Ну, не знаю, поехали куда-нибудь. Наверх или вниз хоть куда? Что-то здесь явно не так. Лифт в школе. Ааа... Окей... Это я где? Левуэйр. Вот бумажка была с моим именем и фамилией. Бумажка была подписана вот этой вот конторой. Левуэйр. Левуэйр. Левуэл 2. Гума... Что? Гимназия. Левуэл 3. Зона боя. Шутинг. Левуэл 4. Митикл Бэй. Что это такое вообще? Вау, погоди, лифт. Не уезжай. Какие-то... Какая-то лаборатория. Походу дела. Уровни. А какого хрена лаборатория делает в школе? Чем-то, знаете, обитель зла напоминает. Помните, в обитель зла там тоже было... Вроде бы особняк с виду, а на самом деле это секретная лаборатория под землей. Улей вроде бы называлась. Там еще Красная Королева там управляла всеми замками. Так это что получается? Это... Это все было не по-настоящему? То есть это все были какие-то опыты? Надо мной. Что ли? Компы? И почему-то никого нет. Что за бред? Так. Что? Телефон? Так, погоди, погоди. Это же... Это же мои смс-очки. Так, погодите минутку, бро. Так это получается, кто-то здесь сидел и строчил мне смс-очки, типа это мои друзья пишут? Да вы охренели, что ли? Ну-ка, минутка, минутка, а это какого хрена? Так, школа. Спортзал. Так это они все время за мной наблюдали? А я-то какого охренеть? А я-то думаю, здесь очень много мистики. Почему двери сами собой открываются? Почему здесь вещи пропадают? Так это все подстроено. Но они тупо сидели здесь и управляли. Мной, как подопытные крысы в лаборатории. Здорово. Ну-ка, друзья, давайте-ка мне сюда начальника вашего. Я хочу с ним поговорить. Так, где тут, мать вашу, выход? Ну-ка, открывайте двери, давайте. Вот! Что это? Бляхомухает. Туалет. Там что, кто-то душ принимает? Эй, чувак, выходи! Зови мне менеджера. Или директора, или хоть кого-нибудь. А лифт не работает. Плохо. Может, пожарную тревогу будем врубить? Вы охренеете, а что делать-то? Походу, дело я что-то здесь не активировал, да? Сервера? Не, да как... А какого хрена? Это... Кто все организовал? Какая-то секретная, типа, лаборатория? Секретная организация, занимающаяся... Исследованием человек... О, человека. Так, я активировал какую-то табличку. Что это? Уровень 8, сектор 0. Все пять подопытных... Эм... Пять лет? А-а-а, охренеть! Пять подопытных, их, видимо, испытывали на протяжении пяти лет. Наблюдали все это время. И все разбито по стадии. Смотрите, стадия 1. Фредерик Джонсон... Пассет. То есть, прошел. Статус, да? Из-за Швеции. Чеф Истров. Из России. О, Россия, это наш кореш. Он тоже прошел. Габриэл Дурант. Из Франции тоже прошел. Германия, Америка. Стадия 2. Германец завалил. А, Джуи Дент. Посмотрите, это я. Я пятый по счету. Значит, я прошел первую стадию испытаний. Вторую стадию испытаний. У него третья стадия. Последняя. Тест на... Какую-то психическую стабильность. В общем, что-то с разумом связанное, да? И все завалили. Даже наш кореш из России завалил. А вот я, Джуи Дент... Джуэл Дент... Тест идет. То есть, все еще в процессе. Так, там можно было еще второй монитор активировать. Персональный файл. Джуэл Дент. Джуэл Дент. Уровень 8. 12 лет. Служил в армии. Травму получил головы. А, так после травмы головы-то меня и взяли сюда, что ли? Медаль за отвагу получил. Джуэл и два его друзей, Майк и Фили. Так. Водится Митейшн. То есть, они имитировали голоса моих друзей. Ух ты, какая жопа-то, а. Ну, а что дальше? Куда нажимать? Что-то как-то ничего не работает. За нами конкретно здесь велась слежка. Точнее, за мной. Персонально. Может быть, что-нибудь в туалете? Чувак, открой. Я же знаю, что там кто-то был. О! Можно активировать лифт. Сейчас, видимо, я прохожу третью стадию. Я должен как-то... Справиться с этим совсем. Но меня, знаете, мне вообще не устраивает это. Мне плевать, пройду ли я этот тестинг или нет. Ух ты. В туалете явно что-то недоброе происходит. Кто-то пытается себя смыть в унитазе? О, хорошо. О! Занято! Занято, мать твою! Хотя это тестинг. Это тест. Это все не за правду. Мне не нравится эта красная лампочка. Ой, как мне не нравится эта красная лампочка. О! Твою... О! Тихо, тихо, тихо! Вау. Вау-вау-вау-вау-вау! Мне только катапультирование здесь не надо. Хе-хе-хе-хе. Надеюсь, я живой. Так. Не прошел тестинг? Ну, вы хоть меня отпустите, да? Два месяца спустя. Окей. Я что, где-то на операционном столе? Я слышу звук моего пульса. Да, действительно. Вроде бы это больничка. А, я в той же конторе. Вот, левел восемь. Что-то у меня все рябит в глазах. Что? Пациент? Джоэл... Дент. Это я. Статус. Какой у меня статус? Я не могу прочитать. Что-то вроде бы кома, да? А, подожди. Я в коме был? То есть, я все время был в коме, а все, что у меня... Все, что происходило, это было у меня в голове? То есть, они проводили эксперименты и... То есть, они проводили эксперименты и играли с моим рассудком? Или нет? Или я упал в кому после того, как я шлепнулся на лифте? Пару минут назад. Так. Мне что-нибудь делать? Нет? А, во, можно приближать. Состояние стабильное у меня. Появились голоса. Эй, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я, по ходу дела, подыхаю! Эй, ребята, кто-нибудь спасите меня! Так. Там какая-то суматуха началась. Походу, вокруг меня врачи, они пытаются меня вытянуть. Так, вот. Дефибриллятор используют. Вроде бы. Вау-воу-воу-воу-воу-воу! Мне показалось, или там был один такой монотонный сигнал, означающий все. Смерть. Фу-у-у-ух. Друзьяшки. У меня очень смешанные чувства по- по всему пережитому здесь. То есть оказалось, что все совсем не то, что я думал. Я уже, знаете, по ходу прохождения вы это наблюдали. Я разные-разные предположения выстраивал. Сначала думал, что это реально маньяк, потом я думал, что это, может быть, я их убил. И все это лишь терзание моей души. Потом оказалось, что это все какие-то опыты. Ну, чувства довольно смешанные, но... Я все-таки скажу, что мне понравилось. Чем-то, знаете, по сюжету напоминает фильм «Хижина в лесу». Кто-нибудь смотрел этот ужастик? Там тоже все казалось так жутко, брутально, хижина, монстры, какие-то непонятные вещи. А потом в финале бабах! И вот это был конкретно нежданчик. Посмотрите это кино, и вы сразу вспомните вот данную игрушку. Очень похожий финал. Друзья, ну спасибо за внимание, спасибо за предложенный проект. Весьма неплохо, весьма неоднозначно. Но я остался доволен. Всем еще раз спасибо, поставьте пальчик вверх, поддержите мое видео, вступайте в группу ВКонтакте и зовите друзей на канал. Вместе веселее! Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok